Чувак, зрители, это Гаготун, сегодня у нас очередной Гаготунизм, сегодня мы будем обслуживать с вами Крепкого Орешка 5, хорошие дети, чтобы умереть и чужих, да, чужих, потому что все на них уже насрать, все знают, что это говённая игра, и я буду говорить, почему это говённая игра, в который раз, поэтому, так как, чтобы пропустить часть с чужими, мы начнём с Крепкого Орешка, который вышел, кто не знает, День Святого Валентина, Днём Святого Валентина, кстати, я пошёл на него один, А это мы будем говорить про Крепкий Орешек, в общем, что, если вы хотите узнать, если вы хотите узнать какую-то информацию, я записывал это в четвертый раз, я уже договорился про Крепкий Орешек, ну ладно, давайте мы говорим про Крепкий Орешек, чё, 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 Крепкий Орешек, в общем, Если бы его можно было бы как-то описать, то я бы описал его как Call of Duty Modern Warfare 1, только ещё тупее, несколько раз, потому что, ну то есть, и сразу скажу, что я как бы не обзорщик, я не буду говорить, что это мнение, оно лучше для всех каких-то людей, я говорю своё мнение, мне насрать на чужое мнение, поэтому я буду говорить чисто своё, вот как я думаю, так я и думаю. Мне не нравится ни третья часть особенно, мне не нравится особо четвёртая часть, хотя там были какие-то забавные моменты, там, с каким-то каратистами и взрывающимися истребителями, это всё, конечно, прикольно, но это было всё скучно, потому что он там всю часть повторял, ой, я слишком стар для этого дерьма, опять мир спасать, пятая часть вышла как бы в том же стиле, потому что он весь фильм ходит, ооо, у меня же отпуск, у меня же отпуск, ой, нет, я, оказывается, был в отпуск, у меня же отпуск, отпуск, плюс Вилли, заткнись нахер ты со своим отпуском, задолбал ты со своим... В общем, что, что, если говорить коротко, то, конечно, фильм весёлый, да, фильм Крепкий орешек 5, если вам нравилась третья и четвёртая часть, то вам понравится эта часть, потому что она такая же тупая, в ней нет ничего особенного, когда происходит взрывы, они действительно взрывы, и они лучше, кстати, чем в предыдущих частях, потому что тут действительно... Бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан-бан! Бич, бич, ай, кры... Ну да, кровь кишков нет, кстати, к сожалению, но при этом там вот эта есть гонка по Москве, она выглядит круто, она выглядит круче, чем в Борне, например, который был скучная гонка по Москве. Тут сделана гонка по Москве прям шикарно, мясо, машины, л-л-лэ, это всё круто, как бы, и экшн, ну да, вообще крутой, то есть я не буду ничего говорить, но тупость, весь фильм тупой до чёртиков, Я, конечно, понимаю, что люди, которые идут на экшен, наверное, вообще начхать, но я как человек русский, и когда действие фильма происходит в Москве, вы представляете, да, вы уже представляете, американцы, Голливуд в Москве, конечно, тут будет клюк, а, конечно, тут будут штампы, ну, честно сказать, и такие обезоруживающие штампы, что это как ножом по стеклу, это просто бесит неимоверно. Типа, постоянные какие-то, там по радио хотя бы играют, конечно, Европа Плюс или там что, Хит ФМ, которые вообще не к месту там говорят о политике. Или еще там возьмем, там таксисты слушают Фрэнка Сенатору, да какие жопы в Москве таксисты слушают Фрэнка Сенатору, если вам повезет, они еще будут слушать шансон какой-нибудь, а тут Фрэнка Сенатору, да идите в жопу. Видите, этот, русские перевозчики, как обычно, как обычно, они отметились, да, когда персонаж говорит по-английски, они говорят по-русски, но когда они говорят по-русски, они говорят по-русски с американским акцентом. Офигенно смешно. Почему я говорю про Call of Duty? Почему этот, вот этот новый Крепкий Орешек, явно потому что кто-то из режиссеров и сценаристов, кто-то из них явно играл Modern Warfare 1, потому что в конце фильма действия происходят в Припяти. С какого хера в Припяти, я не знаю, почему они вообще додумались засунуть действия фильма в Припяти, я не знаю, но действия фильма происходят в Припяти в конце. Это, и еще там в конце будет неожиданный поворот, который как бы вообще не имел никакого смысла, и этот неожиданный поворот там есть только для того, чтобы быть неожиданным поворотом. И потому что они не могли затащить главного злодея фильма в Припять, видимо. Вот честно, это вот просто под кальку, туда же есть вот в фильме момент кооперативного стелса на этой Припяти, и главный герой только что не хватало мохнатных костюмов снайперов, и бегает там и говорит, эй, Роджер, Роджер, Ван! В общем, тупость фильма зашкаливает, изначально она зашкаливает в Москве, потом они перебираются в Припяти, и она там еще больше. В общем, но при этом, конечно, я не буду говорить, что фильме не понравилось, я говорю, что экшен-то там крутой, то есть я не могу обсирать экшен, когда он крутой. Но во всем остальном было прям больно смотреть на тупость персонажей, на отсутствие каких-либо шуток, там буквально, наверное, две более-менее смешных сцены, которые я могу еще подумать, что тут они хотели пошутить. То есть, вот, я не знаю, о чем вы не думали, но вот такой отличный фильм, Крепкий Орешек, если хотите, пойдите посмотрите, мне, в принципе, насрать, потому что он не хуже, чем четвертая часть, и не особо-то лучше. Хорошо, мы еще можем говорить, мы, конечно, можем поговорить про чужой против, нет, не против, он просто чужой колониальный маринер, который ужин был отвратительным, причем, я-то знал, что он был отвратительным. Мы поиграли с Юзи, наверное, за 4-5 дней до выхода игры, и мы знали, что игра отвратительная, мы писали в Твиттере, что она отвратительная, никто нам не верил, конечно, но теперь игра вышла, тебе все рецензенты ставят ей 3 из 10, 4 из 10, и в таком духе, и там, 2 из 10. И неудивительно, потому что игра-то, правда, убогая, из-за того, что если бы у журналистов, вообще даже у меня на Ютубе, я не мог выложить ролик до выхода игры, я не мог никак предупредить людей на Ютубе, потому что я не мог разглашать эти вещи. И как бы у журналистов тоже было эмбарго, они не должны были ничего выкладывать, поэтому пока игра не вышла, и пока предзаказы уже нельзя отменить, игра вышла, оказалась полным говном, люди, которые предзаказали, такие, наверное... ТИНКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ презентациях, казалось, что это всё было враньё. Этого в игре вообще нету. То есть вот этой графики вообще нету. Вот этого стиля вообще нету. Некоторых геймплейных моментов вообще нету. Сцен некоторых нету. Ничего из этого нету. То есть это всё было враньё. Это специально они сделали какие-то катсцены, какие-то моменты, чтобы обмануть людей, чтобы они купили их грёбаную игру, которая 6 или 7 лет разработки. То есть за это время можно было дом построить. Они, они игры сделать не смогли, потому что они тупые и уроды. И причём они это продали. И теперь все наслаждаются, и поняв, что игра как бы отвратительная, что рецензенты ставят ей там 3 из 10, что игра ну просто ужас, они решили, что ха-ха, знаете, что мы скажем? Мы скажем, что Gearbox занимался разработкой только мультиплеера игры. Знаете, что он такой же отвратительный? Он хуже, чем Чужой против Хищника, который был за 2010 год. И кто не знает, игру за 2010 год делал Rebellion, который вообще делал ужасные и отвратительные игры. Он делал Shock 69 или как он там назывался. То есть совершенно убогие игры они делали, и то у них Чужой оказался лучше и интересней, чем Чужой, который делали, наверное, в 2 раза больше, и команда, которая предположительно лучше. Как вообще это можно было выпустить? За 7 лет выпустить игру с ужасным искусственным интеллектом, с отвратительной графикой везде. То есть на PC она, конечно, лучше, чем на Xbox, где я играл. Но на Xbox она уж совсем просто. Это графика, наверное, с Xbox первого. То есть в Halo 2, наверное, графика была лучше, чем то, что показано на Xbox у нас тут в новых Чужих. Новых. И то есть, и получается, что на PC они хотя бы тени добавили. Чуть-чуть там, допустим, текстуры там такие же говно. И даже на PC графика не такая хорошая, как они показывали на тех же презентациях год назад. То есть как же нужно было, блин... У меня слов нет сейчас. Просто, просто... Ну, я обманули они на всех. И всё. И тут больше нечего сказать. То есть я... Некоторые там писали мне, что ты просто не фанат Чужих. Я огромный фанат Чужих. Я обожаю... Упс. Я обожаю... Так же, как и с Крепким Орешком. Я люблю первые две части. Мне нравится Чужой, и мне нравятся Чужие. Шикарные фильмы. И смотреть на такое после этого, это просто ужасающе. Где ты костишь этих Чужих, как в Call of Duty том же. Чё-то много Call of Duty в этот раз уж извините. Но... Это просто так убого. Это так скучно, что... Я честно... Мне просто слов нет. В общем, что? Что Чужие, в общем, вышли совершенно... Наврали нам всё. То, что там будет одно, оказалось другое. Рэнди Пищер, наверное, вообще ему нас тратил, что он на всех из Чужих. Он подумал, наверное... Я 7 лет делал игру, которую... Наверное, они вообще и не делали эти 7 лет. И он решил, что... А, почему бы мне её просто не выпустить? Не выпустить то, что у нас там получилось. И выпустили это. И говорил, что после Borderlands 2, где он заработал кучу бабла, ему будем вообще насрать. Соберёт ли она деньги, не соберёт ли она деньги? И... Ну... Честно, я там даже... Я Хигса не узнал. Когда вот мы записывали в Сьюзи, я даже Хигса не узнал, потому что он просто не похож. То есть... Единственное, что я потом понял, что это Хигса, из-за того, что у него повязка на лице была, А я в начале как бы не вспомнил, что... А, ему уже преснули кислотой. Хе-хе-хе-хе. То есть как... Как вообще это дерьмо делать? Фансервис какой-то там ещё. Они сделали и то. При этом я помню, что когда игра собиралась выходить, они говорили, что Ридли Скотт как-то им там помогал с чужими. Что он как-то привязывал их с Прометеем. Где, кстати, Прометей, да? Прометей тоже отвратительный же фильм. По сюжету. То есть набор кадров красивых. И всё. То есть... Привязывали Прометей к ещё более ужасной игре. Да офигеть теперь. Ну, в общем... Ещё на этом, наверное, всё. Если вам понравился этот ролик, если вам понравилось моё мнение, если вы не считаете, что каждый человек должен говорить про всех, потому что я считаю, что мнение какого-то человека не должно быть... Подходить для всех, потому что она тогда не будет иметь изюминки. И я высказал полностью своё мнение. Если вы с ним не согласны, то... Блин, с вами. Если вам понравилось это мнение, то подписывайтесь на канал, смотрите, комментарии, и ставьте палец вверх. На этом всё. Я надеюсь, что... Какие-то следующие игры, которые выйдут, будут лучше. У нас что там дальше по графику? Crysis 3 и Metal Gear и Vengeance. Поэтому посмотрим, как они себя покажут. А пока что... Пока! И до следующего раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok